— Со своей колокольни сказать «Олай Болмайда» Вот как ты относишься к вот этим изречениям, скажем так, наших великих? — Когда я был молодым, я очень сильно эмоционально все это воспринимал. — Как и я сейчас, да? — Ну и это привело к тому, что я очень сильно заболел, и я без успокоительного не мог спать. Это было тогда еще, 10 лет тому назад. И, ну, я пережил все это дело, я принял это все, я как бы все понимал. Я всегда говорю, вот, кстати, журналистам, я говорю всегда, разница в нас, говорю, то, что я понимаю вас, а вы меня нет. — Они не хотят просто понять. — Вот и все. Поэтому я, знаете, я надеюсь, и, кстати, Тимирлан, смотрите, ну, каждым годом лучше становится же в любом случае. — Не, ну, мы же… — И это меня радует. — Мы же перфекционисты, мы же хотим быстрее. Вот я, например, уже сколько, 22 года с артистами. — Вау. — То есть я помню, как все это начиналось, когда развалился Советский Союз. И нормальный, ну, вообще команд исполнителей, я не говорю, там, хороших или плохих. Их было, ну, максимум 10. — 10, да, да, пальцем. — Я помню, когда там за выступление получали 300 долларов, это было нечто, да. То есть это… И самое главное, мы ведь дружили все вместе. — Конечно. — Мы… Какое-нибудь мероприятие заканчивается, мы там отдельно в кабак заехали, и это было общение. — Кстати. — Да, был какой-то некий культурный обмен, а сейчас его нет. — Вот, смотрите, вот прям было понятие «ты фирмач». — Да, 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 да. — Помните? Тогда еще вот это все твои… — Тогда не было караоке вот этих вот, которые там… — Да, да, всего этого не было. — Минусовку вот так. — Тогда я помню, там кабацкие музыканты, они там закончили свою программу, они поехали в другой ресторан и начинают показывать, а мы вот это сняли, а мы вот… То есть я согласен, вот это кавер. — Да. — Блин, но извините меня, то, что творится на наших тоях, это не кавер, это просто, я не знаю, перепевщики. — Пойдяц. — Самый анекдот, ко мне приходят там сейчас ребята из той бизнеса, да, и говорят, ой, ага, хотим, вот как мне больше гонорар научиться получать, нежели чем вон тот артист. Я говорю, а как ты будешь больше получать, если у вас одинаковый репертуар, да у вас даже минусовки одинаковые, как ты можешь вообще просить больше? — Ой, бай, не стим. — Я говорю, как не стим, не стим, я говорю, надо с авторами работать, надо, чтобы был уникальный материал. — Понял? — Да, да. — Я вот до сих пор, естественно, вспоминаю покойного, к сожалению, Баттера, который никогда не позволял себе… — Плагиат. — Плагиат. — Плагиат. — Плагиатствовать. — Да, все правильно. — Да блин, по большому счету, глядя на наших артистов, у меня язык даже не поворачивается, используют слово «плагиат». — Да. — Просто дерут, я не знаю. Я сидел на какой-то свадьбе, и там объявили, что там, и вот они заходят, там, пять или шесть команд, там, все на слуху. — Да. — Блин, никто из них ни одну из своих песен не спел. — Просто тупо берется какая-то зарубежная вещь, сверху казахский язык. — Да. — И все. И они там, чуть ли не там, этот, бонием, короче. — Да. — Ну, блин, мне было стыдно. — Да. — И как раз вот, Баттера, вы напомнили, я помню, откуда у меня вообще появилась идея вообще Корея. Это он подсказал мне. В 87-й год, говорит, я с ним три часа сидел, разговаривал. В 87-м году, говорит, правительство Кореи принял решение развивать вообще шоу-бизнес. — То есть это было решение правительства? — Правительство, да. Это Баттера мне говорит. И говорит, по всему миру отправляли музыкантов, продюсеров, там, да, директоров обучаться там, по всему миру. Это правительское решение было. Правительство так решили. И он мне так, так, так мне все это объяснял, что я прям аж... Ну, это было нереальное, нереальное время, нереально как бы... Это просто гениальнейший человек, который мы никогда не сможем до конца понять его. — Ну, его место, конечно. — Да. И оттуда у меня вообще идея вообще Корея вот тогда вот как-то вот остался. И когда группа Big Bang, вот, которая сейчас в этом году, MTV Music Awards, вообще по всему миру, номер один, как Boys Band считается, они получили. И я увидел Big Bang и сразу вспомнил слова Баттера. И я вот тогда вообще начал обращать внимание вот на корейцев. Ну, видите, я очень хочу, чтобы у нас все-таки было, как бы, вернулись то, что мы потеряли. — А что мы потеряли? — Вот смотрите, понятие фирмачей, понятие высокой музыки, авторства, да, уникальной продукции, да, контента. Вот мы это потеряли. Все СМИ, да, и журналисты говорят, что у нас очень много артистов. Я говорю, назовите, пожалуйста, неужели их так много? К сожалению, их нету практически. Необходимо просто вернуться к тому времени, тогда понять его. — А кто должен вот это вот вернуть, как ты считаешь? Это музыкант должен сам или все-таки продюсеры? — Мне кажется, больше музыкант. — Музыкант? — Да. — Ну, ты же сам понимаешь, что в условиях, например, того же той бизнеса, тут больше диктуют условия именно продюсеры, так называемые. — Все правильно. — Вот, то есть, которые говорят, «Ой, бай, мнау той...» — Джарамать? — Да, Джарамать. Даже я слышу, что там они каким-то своим слухом, даже не сколько он слова слушает, а сколько кач. Типа, «О, мнау тоже жрать, а мнау жарамать». Ну, блин. То есть, вот, недавно я сказал, но наши великие продюсеры обиделись, сказали, что я обозвал. Я сказал такую вещь, что у нас продюсеры все самозванцы. Самозванцы, потому что они сами себя так назвали, они не работают над своей квалификацией. То есть, например, зарабатывают хорошие деньги, да? Ну, блин, ну, неужели так трудно купить билет хотя бы до той же Москвы, поехать там на выходные, послушать лекцию, там, я не знаю, Артемия Троицкого, еще каких-то продюсеров там, которые… В Москве очень много таких мастер-классов. Да. То есть, эти же знания, они ведь дадут возможность тебе больше зарабатывать, а не в той бизнесе. Все. Потому что, когда смотришь на всех этих продюсеров, они говорят, ой, бай, кризис. Я говорю, мне Вопхалда? Мало зовут на той. То есть, говорю, а что там в интернете зарабатывать? Ну, скажешь, а там разве заработаешь? Блин, ну, весь мир зарабатывает, блин. И только мы, казахи, не можем на этом заработать. Да. Корейцы вот решили. Да. Считаешь ли ты, что на зре…